Марьяна Романова. Тайные практики деревенской магии и колдовская тетрадь с обрядами. Глава первая. Немного обо мне. Детство моё не обошлось без мистических странностей. Когда я родилась, мы и бабушка, и дедушка купили деревенский дом в Ярославской области. Это была настоящая русская деревня, окружённая лесами, полями и болотами. Волга, сырые туманы, которые каждый вечер призрачными драконами выползали из оврагов, густой запах полевых трав и особенная атмосфера, которая бывает только в глуши, где так тонка грань между мистикой и реальностью. Однажды вот что случилось. Проснулась я посреди ночи. Было мне тогда лет десять. Бабушка с дедушкой в большом доме спали, а я отбила себе право занять веранду. Я всегда была интровертом и дорожила одиночеством. И вот просыпаюсь, сна не в одном глазу. Выйти из дома нельзя, у стариков сон чуткий, дедушка бывший моряк с крутым норовом. За ночные шатания и огрести можно. Я подошла к окну и распахнула его. На ясном небе тускло сиял полный диск луны. Туман был похож на рваное платье невесты-призрака. И мне вдруг так отчаянно захотелось в эту прохладную волшебную ночь просто плыть по ней, без цели, без направления, без жажды результата. Священное поклонение ночи, как оно есть. Я накинула на плечи шерстяную кофту и осторожно выбралась из окна. Трава была мокрой, и мои ноги покрылись мурашками. Но я все равно пошла вперед. В деревнях народ любопытный. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из окна увидел, как внучка москвичей в одной ночнушке по деревне ночью шастает. Поэтому шла я очень осторожно, как дворовый кот, который привык круглосуточно пребывать в состоянии воинской бдительности. И только добравшись до поля, сразу за которым начинался лес, я расслабилась. Здесь я совершенно точно была совсем одна. Нет, я не была настолько безрассудна, чтобы углубиться в лес совсем одной, в неподходящей одежде, пусть в июньскую, но все-таки северную ночь. Я просто дошла до его кромки и остановилась, завороженная. В ту ночь я впервые почувствовала, что лес — это какое-то совершенно другое мистическое пространство, которое живет по своим энергетическим законам. Я чувствовала, что тьма вокруг одушевленная, что она населена сотнями существ, которых люди не видят, не воспринимают, не хотят замечать. Я стояла на кромке леса с распахнутым сердцем, и мне хотелось слиться с этой темнотой и раствориться в ней. Потом я испытаю похожие ощущения на одном из первых моих магических посвящений. Волшебное ощущение. Как будто бы тебя больше не существует вовсе. Как будто бы с тебя сорваны все маски, и ты просто пустота. Пустота, на которую можно записать все, что угодно. Личность, программу, состояние, социальную маску. Еще в той деревне был интересный случай. Кстати, в то же лето, когда я впервые познакомилась с красотой и силой тьмы. В крайнем доме женщина жила. Тогда она казалась мне очень пожилой, но сейчас я понимаю, что ей едва ли 60 исполнилось. Она была высокая, прямая и неприветливая. И в деревне поговаривали, что она сумасшедшая. Опасной и буйной она не выглядела, но детям с ней почему-то общаться запрещали. Но, как известно, запретный плод сладок, особенно если ты романтична и тебе всего 10 лет. Однажды мы с друзьями решились на шалость. Проникнуть во двор к той женщине и сквозь окошко подсмотреть, чем же она в доме своем занимается. Огорода у нее не было, и на улицу она выходила очень редко. Мы тихонько подкрались к калитке, просунули руки между гниловатых прутьев, открыли бесхитростный замок и, сдавленно хихикая, подкрались к задней стенке дома. Но не успели мы выбрать самое удобное окно, как услышали сзади недовольное покашливание. Хозяйка дома заметила незваных гостей раньше, чем мы увидели ее, и подошла к нам со спины. Если мы и испугались, то только на мгновение, потому что женщина смотрела на нас с приветливой улыбкой, а потом даже пригласила войти к ней в дом. В мыслях промелькнул сказочный сюжет о Гензеле и Гретель, но любопытство было сильнее. Женщина усадила нас за стол, налила чаю и достала из печи горячую картошку. Кожура была черной от золы. В ее доме было уютно и чисто, пахло травами, под ногами меховыми шнурками велись ее назойливые сытые коты. Она рассказала, что у нее в избе домовой живет Тимошка. Мы, конечно, не поверили, мы были советскими детьми и воспитывались в атмосфере научного атеизма, но слушать ее было интересно. А в какой-то момент она сказала, давайте я вас с Тимошкой познакомлю. Мы переглянулись. Было волнительно и жутко. И пусть мое сознание было изрядно замусорено коридорными представлениями об устройстве Вселенной, но тело словно почувствовало приближение чуда. По коже прохладной волной пробежали мурашки. «Тимошка!» — позвала она кого-то за своей спиной. «Тимошка, поздоровайся с нашими гостями!» И вдруг за стеной начали стучать. Деликатный стук. Три или четыре удара. Мы точно знали, что странная женщина живет в одиночестве. В доме никого, кроме нее и нас не было. Мои друзья начали подбирать аргументы, как женщина могла показать нам этот фокус. Но я смотрела в ее глаза и осознавала, что нет тут никакого фокуса. Просто на моих глазах только что произошло чудо. Спустя неделю моей бабушке вдруг поступило приглашение. Бабушка моя Людмила была склонна к приключениям. Надо сказать, бабушка происходила из интересной старой московской семьи. Ее родной дед был человеком искусства, знаменитым оперным певцом. Андрей Ильич Савицкий солировал в Большом театре. Между прочим, как раз в те годы, когда там блистала и Конкордия Антарова, звезда столичной эзотерической тусовки 30-40-х годов. Скорее всего, мой прадед был с ней знаком. Забегая чуть вперед, могу сказать, что книга Конкордии Антаровой «Две жизни» попалась на моем пути, когда я делала свои первые осознанные шаги в искусстве магии и произвела на меня сильнейшее впечатление. Вот такое переплетение пространственно-временных нитей судьбы. Отец же Андрея Савицкого, бабушкин прадед, был генералом царской армии и женился на пленной турчанке, так что в моем роду знатная мешанина кровей. Бабушка в молодости была писанной красавицей, и некоторые считали ее двойником Софи Лорен. Черные, как угли глаза, взгляд испепеляющий, точеное лицо, модное платье, на которое она со свойственной красавицам легкомысленностью даже в тяжелые годы спускала последние деньги. В бабушке была сила, только вот реализовать ее она то ли побоялась, то ли не захотела. В общем, приглашение мы приняли и, вооружившись пачкой печенья, прибыли в назначенное время в гости к женщине. И над чашками с дымящимся чаем нам были поведаны странные вещи, которые сперва показались нам шизофреническим бредом. Хозяйка дома, немного путаясь, сообщила, что мир находится на грани больших перемен, и она не может их объяснить, просто чувствует. «Меня родственники считают ненормальной», — сказала она. «По врачам таскают. Но я же знаю, что чувствую. И вы тоже это чувствуете». Она перевела взгляд на меня. «Особенно ты». Я заерзала на стуле. Мне было почему-то стыдно признаться, что ничего особенного я не чувствую. «Все дело в том, что мы здесь не случайно», — торжественно изрекла она. «И дом вы именно здесь купили не случайно. И со мной встретились не просто так. Вы еще вспомните о том, что я вам сказала». Она снова перевела глаза на меня. Взгляд ее был неприятно пристальным. Особенно ты. Бабушку мое чаепитие скорее разочаровало. А во мне бушевали подростковые гормоны, желание быть особенной, стремление наделять каждую будничную деталь каким-то сокровенным смыслом. Ее слова я и правда вспоминала часто. Несколько лет прошло, та женщина куда-то пропала из деревни. И вот однажды, гуляя по местным лесам с дедом-гребняком, я увидела нечто странное. Пусть это будет маленький спойлер. То, что я увидела, многими годами позже стало основой моего художественного романа «Мертвые из верхнего лога». Мое созревание пришлось на свободные разгульные 90-е. Ветер перемен превратился в ураган, Москва была похожа на многоголосую ярмарку, где каждый мог найти товар и духовный путь по вкусу. Мне было 13 лет, когда один из школьных преподавателей заметил на моей шее кулончик в виде Будды. Честно говоря, ничего особенного этот кулон для меня не значил. Был кем-то подарен моей маме, а я, сорокой-воровкой, порывшись в ее шкатулке, заполучила этот трофей. И это была не случайная случайность, потому что именно этот латунный Будда косвенно стал для меня ключом в удивительный новый мир, о котором я, домашняя девочка, едва ли узнала бы сама в мои 13 лет. Преподаватель заметил кулон и обрадовался. Рассказал мне, что он буддист и что он видит в моих глазах что-то похожее на священную пустоту. Мне это тогда было совершенно непонятно, да и вообще подозреваю, что у рассмотренной им сакральности была куда более приземленная природа, скучновато было на уроке. Он подарил мне книгу, знаменитую оранжевую книгу Ошо, сборник практики медитаций. Вернувшись домой, я немедленно попробовала некоторые техники и с удивлением поняла, что возможности моего тела и сознания намного более широки, чем я привыкла считать. И я начала искать своих. В те годы в Москве пачками открывались эзотерические клубы, от небольших лавочек, торгующих литературой для просветления, до каких-то мутных стихийных сборищ полусектантского толка. Мне нравилась эта новая жизнь, нравилась свобода, нравился элемент тайны. Разумеется, родителям я ничего о своих похождениях не рассказывала. В общем, то были первые ласточки. В возрасте нежной невинности я впервые, можно сказать, посмотрела бездне в глаза, соприкоснулась с абсолютом, конечно, максимально рафинированной из его форм. Затем проснулся интерес к исконно-посконному. Родное, темное, тайное, деревенское. Деревенская магия — традиция сугубо устная. Не существует никаких старинных книг на эту тему. Веками знания передавались шепотом под покровом ночи и только своим. Мне было слегка за двадцать, и я загорелась. Вот бы найти людей силы, тех, в чьем роду колдовали, те, кто хотя бы краешком судьбы соприкоснулся с истинным темным деревенским колдовством. Человек я на подъем довольно легкий. Начался период путешествий по российской глубинке. Иногда у таких доморощенных этнографических экспедиций была конкретная цель. Я знала о существовании конкретного человека, обладающего силой, и ехала в надежде обратить на себя его внимание, разговорить, получить какие-то знания. Чаще я просто полагалась на поток, спонтанно выбирала направление, паковала рюкзак и ехала, куда глаза глядят. Многие поездки оказывались холостыми выстрелами. Либо я никого интересного не встречала, либо меня выгоняли, не хотели ничем делиться. Но за годы таких странствий случались и воистину мистические встречи. О некоторых из таких встреч я расскажу на страницах моей аудиокниги. Потом у меня проснулся интерес к магии академичной. Я начала изучать кабалу и западноевропейскую магию. Увлеклась Алистером Кроули и даже получила посвящение ордена Отто. В тот период жизни мой дом стал похож на пафосный храм алхимика. Артефактов в нем было больше, чем бытовых будничных предметов. Церемониальная западная магия требует знаний и точности. Мои ритуалы были сложными и продуманными, каждому из них я готовилась не меньше месяца. Я практиковала гуэтию, искусство работы с демонами, много времени уделяла классической планетарной магии. А потом вдруг пришло понимание — интереснее всего будет не следовать чему-то пути, а создать собственный философский камень, сплав из всех практик, которые были мне известны. И буддийская классика, и строгий западный церемониал, и темный деревенский шаманизм. Теперь я называю себя интегральным практиком. Но в этой аудиокниге я познакомлю вас лишь с одной стороной моих магических экспериментов. Глава вторая. Что такое деревенская магия и почему именно она? На самом деле я не думаю, что это моя последняя и флагманская книга о магии. Поэтому я решила начать с самых основ. Рассказать о таких практиках, для которых вам не придется часами сидеть над каббалистическими трактатами и сопоставлять измышления алхимиков с доводами современных философов-интегральщиков. Деревенская магия — это просто, эффективно, и это в крови у каждого, кто вообще смотрит в сторону мира незримого. Это все такое природное, такое наше, такое сложное в своей совершенной простоте. Итак, добро пожаловать в мир деревенской магии. Давайте начнем с самых основ. Деревенская магия — это эффективные прикладные практики, в которых основной акцент делается на силу и проводимость мага, а не на обрядовые регламенты и протоколы. Что конкретно включает в себя деревенская магия? Работу с природными силами — деревенская магия работает на ресурсе природы, в близости к природе. Работу с темными энергиями — бесы. Работу с духами предков и другими духами — кладбище, погостная магия. Работу на личной силе — видение, наведение морока. Пиратское похищение энергии из других эгрегоров. Веретничество, соборное колдовство. Как и другие разновидности магического искусства, в деревенской магии практик работает на заимствованной силе, на подключке. В магии, вне зависимости от традиции и культуры, существует два типа работы. Работа на личной силе и работа на заимствованной силе. На заимствованной силе работать выгоднее, и в целом будничная жизнь мага-практика — это поиск и укрепление связей с каналом. Канал — это ресурс, из которого вы черпаете силы, под защитой которого вы находитесь, с помощью правил которого вы меняете посредством своей воли Вселенную вокруг себя. Каналы могут быть совершенно разными. Для веканской природной ведьмы каналом может быть лес или река. Для агоэта каналом может быть заключенный договор с конкретным демоном. Для мага-западной традиции каналом может быть особенная связь с конкретными планетарными силами и божествами. В любом случае канал, как правило, персонифицирован. Это связано с особенностями человеческого восприятия. Издревле люди персонифицировали все, что было им не вполне понятно, потому что, приведя неведомые силы в соответствии со своим образом и подобием, можно было проще заключать с этими силами договоры. Попросить лес-батюшку вывести на грибную полянку, пасть ниц перед небесным громовержцем и умолять о пощаде для себя и ярости, направленной на голову врага. И спросить женской красоты у реки или моря. Здесь можно было бы спорить о том, что было раньше, курицы или яйцо, то есть, как появились известные нам боги. Было ли их оформление в качестве конкретных образов ответом на запрос человеческого мозга, смущенного величием окружающего мира. Но хорошо, что существует каббала и графическая система древа жизни, которая наглядно объясняет, как изначальная энергия делится на различные эманации. Работа с магическим каналом — это сонастройка с какой-либо энергетической частотой для усугубления некоего действия в моменте. В деревенской магии существует несколько доступных каналов. Самые основные — это природа, это мертвенная сила, ворованная пиратским способом энергии, церковь. Но трогать ее на этих страницах мы вовсе не будем, дабы ненароком не оскорбить чьих-нибудь чувств. Работа на силе заимствованной может показаться вариантом халявы, но это не так. Во-первых, найти рабочий и отвечающий вам канал практически невозможно, если личная сила на нуле. Во-вторых, канал надо постоянно кормить, работать с ним, вкладывать. Это актуально не только для магии, но и для любой религиозной системы. Всю суть, внутреннюю философию, всю благодать любой религии может постичь только тот человек, который не просто относит себя к конфессии, но и ежедневно практикует. Делает предписанные практики. В будничной жизни ведет себя согласно рекомендованной религиозным течением стратегии. Только тогда канал будет отвечать уверенно, только тогда слепая вера обратится в понимание.